Всем привет! Вы на канале ТОПАРМИ. И сегодня мы с вами поговорим о самом секретном и амбициозном проекте России – подводном аппарате Посейдон. Это оружие, которое может вызвать страх и уважение у любого противника, потому что оно способно нести на борту ядерный заряд и доставлять его на огромные расстояния. Но что мы знаем об этом проекте, каковы его возможности и перспективы, и какова его роль в современной геополитике? Давайте разбираться вместе. Посейдон – это беспилотный подводный аппарат, оснащенный ядерной энергоустановкой и носителем ядерного заряда. Его кодовое обозначение по классификации НАТО Каньон, а ранее он был известен как Статус-6. Его разработкой занимаются ЦК КБ МТ Рубин и СПМБ Малахит, а его базирование планируется на атомных подводных лодках в проектах 09852, 09853 и 09851. Заявленное предназначение Посейдона – это нанесение гарантированного неприемлемого ущерба прибрежным территориям противника посредством обширного радиоактивного загрязнения, поражения кораблей и военно-морских баз, то есть это оружие возмездия, которое может быть использовано в случае ядерного конфликта или угрозы существованию России. По некоторым данным, мощность ядерной боеголовки Посейдона может достигать 100 мегатонн в тротиловом эквиваленте, что в десятки раз превышает мощность любой современной ядерной бомбы. Однако точные характеристики Посейдона нам никто не расскажет, да и они не раскрываются. Известно лишь, что он имеет длину около 24 метров, а диаметр около 2 метров. Его скорость и дальность плавания также неизвестны, но предполагается, что он может развивать скорость до 200 км в час и преодолевать тысячи километров под водой. При этом он может маневрировать и обходить противоторпедную оборону противника. Его система наведения также является секретной, но вероятно, что она основана на инерциональной или спутниковой навигации. В общем, Посейдон – это уникальный проект, который не имеет аналогов в мире. Он является частью российской концепции ядерной триады, которая предусматривает наличие ядерного оружия на наземных, воздушных и морских платформах. Посейдон призван усилить морской компонент триады и обеспечить российскому флоту стратегическое превосходство в океанах. Однако этот проект также вызывает много вопросов и критики. Военные эксперты разделяются в своих оценках Посейдона. Некоторые считают, что это революционное оружие, которое может изменить баланс сил в мире. Другие полагают, что это устаревшая идея, которая не соответствует современным реалиям и требованиям. Ну а кто прав, а кто нет – покажет время. В общем, а что думают зрители канала Топарми о Посейдоне? Напишите свое мнение в комментариях под видео. Но на этом выпуске от канала Топарми не заканчивается. И чтобы не пропустить следующий выпуск, надо проявить недюжую замекалку и найти кнопку подписки. Также не забываем подписываться на нашу группу ВКонтакте и канал в Телеграме. Все ссылки есть в описании под роликом. Всем пока.